Дай почитать. Он попытался взглянуть на жизнь человека с различных сторон и пришел к выводу, что нашему телу не всегда просто взаимодействовать с технологиями и цифровой сферой. Существует мнение, будто современные люди больше не подвержены эволюции путем естественного отбора, и мы сейчас не подчиняемся биологическим закономерностям. Да, темпы эволюции человека могут быть различными, но они не статичны. Процесс эволюции, описанный Дарвином еще в 1859 году, не одностадийный. В своей работе, заметьте, даже в самом названии он на это указывает о происхождении видов путем естественного отбора. То есть, первая – эволюция, а второй – естественный отбор, который слеп и лишен плана на будущее. Человеческие существа все еще подвержены эволюции. Любопытна глава, затрагивающая вопрос, какова разница между почти мертвым и полностью мертвым. Глопость? Нет. Ведь остается проблема, как и где мы проводим грань между жизнью и смертью. И вообще, что значит быть мертвым? Главная причина смерти – гомеостаз. Хотя в свидетельствах о смерти в разных странах чаще указывают болезни сердца и инсульт. Отдельно и подробно Марти Джобсон говорит о человеке в виртуальном, о возможности оцифровать и анимировать лицо человека, как это произошло с актрисой Кэрри Фишер в роли принцессы Леи в «Изгой-1. Звездные войны. Истории». Как создать новый язык? Знаете, как будто их сейчас маловато. Приблизительно 7-8 тысяч различных языков на планете, но всего лишь 5% из этого количества, то есть 380 языков, считаются основными для 95% населения мира. Любопытные факты, связанные с опасностью злоупотребления интернета. Большая часть исследований в области интернет-зависимости проведена в Южной Корее, где среди людей от 5 до 55 лет 7% страдают интернет-зависимостью, что приравнивается к алкогольной и наркотической зависимости. В Южной Корее разработана целая система лечения таких людей. И еще много интересного в книге «Все о человеке» за 60 минут 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры подогнал «Симон»